Когда в классе или в детсадовской группе душно или наоборот дует из закрытого окна, находиться там некомфортно. Современное остекление мало того, что безопасно и эстетически красиво, так еще и хорошо сохраняет тепло и изолирует звуки. В одном из детских садов Ставрополя домашний уют для детей и воспитателей рабочие создают уже две недели. Там по краевой программе меняют 128 оконных блоков. После установки оконный блок фиксируют в проеме. Затем швы заделывают монтажной пеной, добавляют пара и гидроизоляцию, после чего приходит очередь подоконника и фурнитуры. Кстати, здесь стоят энергосберегающие стеклопакеты. Всего полтора часа работы на одно окно и этому помещению сквозняк больше не грозит. Окна в учебных заведениях должны соответствовать санитарным нормам, легко открываться, а также быть удобными в эксплуатации и мойке. Последние условия обеспечивают максимальный доступ в помещение естественного дневного света. Кстати, кроме самой замены в перечень работ входит отделка откосов и монтаж подоконника. Здесь уже почти все готово, утверждают специалисты. Окна поставить – это одно, а сырой процесс – это откосы, которые мы здесь выполняем. Поэтому какое-то время будет, это в пределах месяца. В этом году в Ставрополе меняют остекление в 13 образовательных объектах. И это финал работ в Краевом центре. По итогам работы в 2019 году мы обеспечим стопроцентную замену оконных блоков на металлопластиковые в детских садах и во всех школах города. Это 67 садов, 45 школ у нас будет на 1 сентября и 9 учреждений доп. образования. Программа по замене окон в образовательных учреждениях работает в Крае уже пятый год. Основные средства выделяет регион, а часть добавляют муниципалитеты. За 4 года на новое остекление выделили около миллиарда рублей. А в Старопольских детских садах и школах обновили больше 200 тысяч квадратных метров окон. В 2019-м программа продолжается. Конкретно в 2019 году выделено 200 миллионов – это средства краевого бюджета. И около 17 миллионов – это софинансирование средств муниципальных бюджетов. Таким образом, 217 миллионов, которые позволят провести замену оконных блоков. Вот на сегодняшний день 247 организаций. Сэкономленные средства отправят на дополнительные объекты. А вот для одной из Михайловских школ замена окон уже пройденный этап. За два года там вместо старого остекления установили современное. Сейчас занимаются фасадом и строительством. В школе, где учатся почти полторы тысячи человек, появится долгожданный спортзал и не только. Наш спортивный зал будет в самой большой в Шпаковском муниципальном районе. И у нас еще будет спортивное ядро, которое будет включать в себя футбольное поле, теннисные площадки, гимнастические площадки. В общем, то, чего нет в нашей школе. На эти объекты по краевой программе развития и образования выделено 53 миллиона рублей. Уже к середине августа строительные работы планируют завершить. Заменить окна чуть раньше, к 1 августа, чтобы школы были готовы к проверке. Вместе со строителями в школах побывали Ирина Ивановская и Владимир Жвакин. Ставропольское телевидение.